Ну а я вновь всех приветствую и мы начинаем, друзья, репортаж с чемпионата Mind Sports Festival, друзья, он называется, спонсор турнира этого компания AMD Sapphire, они рекламируют там какой-то свой продукт, ну и турнир по Counter-Strike Global Offensive, друзья, первый матч сегодняшнего дня, The Nation против команды Nizi в пижамах, непобедимые нереальные чемпионы из команды Nip, товарищ Forrest, Xist, Gidrite и их два друга из Source сцены. Фифларен, конечно же, и Фрайберг, сейчас будут драться с The Nation, пока Кибакина пытаются зашампурить и достается фраг товарищу Фифларену на ножах, не поддерживают победу и, скорее всего, это Switch, друзья, это Switch the Defense. Итак, на этом турнире участвуют две российские команды, которые нам, в принципе, интересны и матчи с их участием мы будем смотреть, это еще один международный турнир в этом месяце, вернее, не в этом месяце, а вот недавно был в ноябре DreamHack, мы смотрели, там мне взяли первое место, здесь же все немножко по-другому. Ну, здесь турнир проходит не на DreamHack, а в гостинице, это город Прага, Республика Чехия, там любят сосиски и любят CSGO, судя по всему, 20 тысяч долларов призового фонда, очень-очень хороший заработок у кого-то будет перед Новым Годом, я думаю. Особенно для таких парней, как Гидрайт, это что-то дозначит. Ну и группа А выглядит следующим образом, ZN, не Байки, ESC Gaming и Брюссельская Гвардия, там, наверное, армия Джан-Клода Ван Дамма будет врываться в Counter-Strike Global Offensive. Ну и матч начинается, матч начинается с веселухи, сорьки, не то нажал, надо было вот это вот сделать и матч начинается с веселухи, ZN начинают в атаке, проигрывают ножи и сейчас будет выход на B плент, при том, что достаточно быстрый. Ну вот шведские гиганты могут здесь, конечно, набрать, на самом деле, раундов, давайте смотреть, вообще ZN так, выходят с дыма, в принципе, этот раунд мы уже от них видели, нормально так открывается ФАБИ, но вот Гидрайт его тут неплохо принял, хотя Вейк разменял, 4 в 4, есть какие-то шансы, гранатами кормят плент, вот перестрелка от аэра пока как-то не заканчивается, не особо хорошо. И на линии фактически, на перестрелку выходит вплотную НИПы, выигрывают ее, идет куш верхнего горба, 2 в 1, ну и последний у нас остается Вейк, 83 хп, его жмут на верхнем, перестрелка и вжим в ноги, ну вот 1-0 в пользу них. Вот такая вот пистолетная схема, вообще я не знаю, у ZN здесь может быть все что угодно сейчас на этом матче, они могут, у них там может быть мандраж, у них может быть любая вообще, любые какие-то волнительные процессы происходят. Чемпионы абсолютные пока что в дисциплине CSGO, которые взяли уже 3 турнира подряд, при том что проиграли, они вроде не одной игры и при этом при всем, достаточно неплохо, разбирались в финале с командой Вейри Геймс, которые все приписывали какую-то там непонятную доминацию. Пока что в ZN, как видим, будет 2 слива, один из них на Аплэнт и, как видим, вышли они очень-очень быстро. Посмотрите, бегут в перемычку вдвоем, пробиваются Зига, но с разменами опять же от Короста, от Фрайберга это все дело заканчивается, забирает еще одного игрока Фифлара, но цель миссии была выполнена. Обратите внимание, как ZN разыграли, первые проходят, идут и даются в Зиг, и чувак последний выходит втихаря, ставит бомбу на планете. Ну и экономика у атаки, друзья, опять 500-5200 на второй раунд, блестяще сыграли ZN свой экономический, свою эко, и это дало им неплохую экономику, сейчас они смогут с двайсными раундами как-то побороться против НИПов. И давайте смотреть, ну я думаю, они точно в отличной форме, эти парни, я думаю, нашли в себе силы, сконцентрированно подойдут к процессу. Давайте смотреть, что планирует ZN, Evil, Зелень, Кибакин 100, Фаби вместе с ним, выход Абдау, но это быстрая игра на Аффлент, принимать их здесь будет товарищ Экзист, Фрайберг, Зелень, Фифларен минус СВП, сразу забирает, здесь идет пушить сотку, Фифларен дает уже второй фраг, и фактически один запирает с линии, со средней всех игроков, пассивного игрока на Зелень уничтожает товарищ Фрайберг, это был товарищ Ивел, вот какой-то быстрый раунд от ZN, был совсем мне непонятный, вот я не знаю, зачем они так быстро сыграли, зачем они даже пытались так быстро играть против НИПов, нужно было... Чуть-чуть подождать, вот чуть-чуть бы подождали, и все было бы окей, но что-то здесь не зашло. О, ребят, ну вот кто-то ставит на 16-0, на самом деле, эх, говорили, говорили нам, да не то, что говорили, писали очень-очень многие ребята, вот ВКонтакте, зрители, и в Твиттере мне писали, что, скорее всего, у ZN что-то тут получится, хотя посмотрим. Ну, посмотрите, Форест бежит их вообще, просто так аркайте, он, в принципе, весь выход на закрытый, слышал, сейчас он будет здесь собирать катастрофически, вообще, уничтожибельно просто, какая халява, какая халява, два фрага, вот такой простой заход спины, бомба, кстати, на планете осталась валяться. 4-0 в пользу НИ, первый девайсный для команды ZN подошел к концу достаточно быстро, их сыграли, ну и вот время второго девайсного, как бы, да, и как играть, они собираются, я пока не понимаю. Но мне бы хотелось, чтобы они, ну не знаю, хотя бы там 10-5 первой половине сыграли, но ZN реально нужно сыграть 10-5, чтобы по второй половине попытаться потащить. Опять-таки, последний матч команды ZN на карте Detrain были проигранными, опять, они сыграли неубедительно. С немцами пришлось догонять и выводить на ничью, опять же, в рамках старт-серии, вот с командой Virtus.pro, не зашло, не заехало, и было поражение. Здесь уже, как бы, команда мирового уровня им противостоит, и пока что они очень медленно играют по даке, Бакин 103, игрока под зеленью, это будет атака, и очень-очень медленно. Выходить они, кстати, будут как раз-таки на Фрайберга, который играет в чек, при том, что он очень-очень внимательно сыграл, увидел пиксель буквально, вот руки вылез из основной зелени, из-за стенки. Но на радаре соперник уже должен был у него отобразиться, и по факту он вовремя, в принципе, отошел. Тут вот сразу три девайса на контроль вышли, и пошли дымы, пошел дым от атаки, флешка, вейк белый, аэро нет, Evil тоже прячутся, аэро проходит, и это риск, это риск для всей команды. Выходит первый аэродинамик, открывается на единицу, минус, гист, отлично, пятую линию нужно идти забирать. Открывается Кибакин в этот момент на стае, имеет все шансы забрать спину одного или двух игроков, выдают ему инфу, что закрыли линка, возможно, с апдауном будет заходить. Форест, 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 Форест не сдается, пятая линия, перестрелка с плунтом, еще один хедшот убедительный против вейка, и два в два ситуация напряженная для Зетнейшн. Минус от Линдберга, забирает еще Ивилова, и попал по Ивилу так плотно, и Кибакин остается, один минус Форест, один-один с гидрайтом. Гидрайт палится с башней, нужно уходить, 21 хп, и продолжает перестрелку, зачем-то вести Кибакин, 14 секунд еще было, чтобы куда-то переместиться, что-то сделать. И раунд на размене, до ситуации один, в одного, второй девайс не достается команде. НИП, обыгрывают они Зетнейшн, экономика снова падает, ну да здравствует, да здравствует дефолтный пистолет и пробежка на Б-плент. Вот что говорят Зетнейшн, а денежки у них есть, вот купили, но опять-таки, без ВП, кстати, играют, играют, кстати, они без АВП. А было бы неплохо видеть АВК, но пока они бы железно перекрывают так. Кстати, вот по действиям не повидна тоже легкая неуверенность в игре, потому что ребята действительно не знают пока, что конкретно они хотят от своей игры. Они не знают, что будет делать соперник и пытаются играть как можно аккуратнее по плентам. Не ходят в аркаду за исключением вот предыдущего раунда, когда чувак залез на ящик, это был экзист, и за дефить попытался стоить перекрыть апдаун. Ну и, я думаю, вот опять-таки, эффект непредсказуемости может решить. Так, моменталочка в апдаун, чек. Тут сразу же пошел прострел, при том, что прострел дается сдалека. Чекает башню, видит плент, сейчас у нас вейк, но его тоже заметили, по ногам чекнули, уходит под флэш, и выход на закрытый блокирует гидрайт. Не удалось ZN разыграть в ту сторону гидрайт, кстати, там выбил бомбу. Судя по всему, как я понял, вот я пытаюсь залететь сюда, и вот она здесь лежит, бомба. Вот она, бомба, и за ней, конечно же, сейчас пойдут такие атаки. Вернее, один игрок атаки он живил, так как вся команда ZN. Пока там стягивалась к этой бомбе, просто потерялась по одному, и на морозе просто ставит. Йоханссону дает жесткий фраг. Фларен падает, один в четыре. Ну что, Миша будет тащить, оп, его тут уже за Аркадия с респауна, как видим. Но их здесь не оставляет шансов, у них мозгов на стенке просто. Посмотрите, сколько. Ну да, не заходит пока что ZN, утренняя игра. Но опять-таки, ребята, ты первая игра на международном турнире для этого состава, для этой команды. Да, друзья, кстати, если кто-то вам пишет со страницы Кристофер, нижнее подчеркивание, или Сунти, пишут, что он Гидрайт. Друзья, это не Гидрайт. Я вчера у Гидрайта спросил, кто это? Есть у вас комьюнити? Он сказал, что они даже ничего не делали, и это не они. Так что скоро будет официальная страничка в ВК от Нипов и Супер, наверное, на сайте. Так, ну что, раунд девайсный опять быстрый от команды ZN, пытаются выйти снова на закрытый. Но здесь просто веселятся Нипы, как бы. Посмотрите, Линдерк ставит такую банку с зажимом по динамику, и это 7-0. Я не знаю, ZN здесь, по-моему, ничего не поможет уже. Вот первая половина явно будет ключевой в этой встрече, и Нипы настроены здесь крайне решительно. Но опять же, уровень им позволяет тут уничтожать. И давайте посмотрим сейчас, как разбегутся, опять же, по позициям команды. Это очень интересно. Может, даже повезет нам увидеть что-то новое. Так, закрытый вчетвером. Решили ломануться, оставили аэро, развлекаться. Ну, сейчас экономический раунд будет интересным. Опять у нас здесь перекошенный гидрайт. Обратите внимание, как играет. Ждет, кстати, сразу флешка, как я понял. Да, от стенки отскакивает сразу под вход. В итоге, оп, никто не вышел. Ну, тут уже ключевая пятерка. В спину лезет сейчас товарищ Гзист. И у Гзиста сейчас будет очень, очень демкомувик момент. Ну, мог быть демкомувик момент, но здесь, как видим, атака сыграла тоже интересно. Как бы, посмотрите, кстати, как играют НИП в защите, да? Вот, вместо того, чтобы отдать или, там, не знаю, агрессивно принять выход на закрытый и сразу, там, знаете, в тушки навтыкать сливным террором, зажать, там, не знаю, что-то сделать. Да, гидрайт, например, аккуратненько отходит с плента, прячется, подходит его тиммейт. И не подожидается такой ситуации, когда вся атака пройдет вот примерно вот сюда на плент. Кто-то откроет с верхнего горба. И потом в три дула просто вылезают по всем точкам в одну буквально секунду и перекрывают всех. А здесь пока что аркада от Фрайберга на зелень, рисковая ситуация, но никто ему не мешает. Кибакин уходит в дом, и Зетнейшн, как видим, отдали зелень. Это инфа от Фрайберга, по факту, он сейчас здесь все законтролирует, может пройти в спину. Скорее всего, чекнет сотку, но стоя ему должен был помогать чекать вот этот вот парень. И, я думаю, здесь уже раунд за непамят, так как знают, куда будут выходить Зетнейшн. Зетнейшн шансы выиграть сейчас только на стрельбе и на каком-то, там, не знаю, эпик раскиде. Ну, гидрайт уже кладет на закрытом первого. Вот пытаются продолжать атаковать Зетнейшн, ошибочно. Конечно же, нужно было немножко подождать, гидратию сделать минус два. Но у него удобная позиция, и перестрелка без позиции для Зетнейшн не заходит. Еще хэдшот с П-250 и два хэдшота. Нет, добил, добил он с П-250. В ассисте, как видим, вместе с ним лендштром. И 9-0. 9-0. Пока easy for Nip. Вообще никаких, как бы, шансов не оставляют они молодым россиянам. Ну, Зетнейшн, давайте возьмите хоть раунд. Я тут хотя бы, не знаю, спляшу. Спляшу чечетку. Серьезно. Я готов станцевать круче Вилата и Каспера, если сейчас Зетнейшн возьмут хотя бы один раунд. И танец с меня в конце сегодняшнего дня. Его можно будет записать и сделать из него гиф-анимацию. Вот я прямо спляшу, друзья, прямо обещаю. Если Зетнейшн возьмут раунд. Давай, ребята, ребята, давайте. Ну, вот мне кажется, что вот этот кадр сейчас не согласен. Смотрите, какая-то заготовленная флешка, но полетела она вдаль. Еще одна дается за попдок. Ну, и выход, в принципе, пошел. Гидрайт играет онли на чек верхнего горба. Выход на закрытый, кстати, не осуществляется. Пока что атака идет попытка наработать контакт через дым. Ну, вот он, спрей пошел. Посмотрите, от Гзиста его сразу просто через дым перекрывает. Минус от Гидрайта. Стабильно, стабильно играет Кристофер. И опять вот та же самая ситуация, что игроки команды Зетнейшн по одному идут против этой позиции Кристофера Эллисунда и падают. В паре, кстати, уже пришел тут Фрайберг. Зиги Зетнейшн продолжает идти по одному на Гидрайт, и счет становится 10-0. По-моему, парням явно не хватает здесь тимплея. Ну, серьезно. Я думаю, что не хватает. Ну, как так? Ну, вот одна из первых команд, которая начала в КСГО реально тренироваться плотно. И сейчас такой результат. Ну, конечно, не пы посуровее будут, потому что, во-первых, это шведы. Вот я говорил с Блэйдом перед своим отъездом в Москву, как раз когда я пропустил все матчи на Ави там, да. И как раз-таки перед отъездом мы с Блэйдом пообщались на ту тему. Ну, вообще, вот что из себя представляет команда НИП, да, и почему такой состав успешный. И он, в принципе, сказал вполне очевидную вещь. Но, опять-таки, коснулись мы стрельбы, разговора про стрельбу. И он сказал вот такую свою точку зрения, что, к примеру, вот те же самые ребята, что Форест, что Гзис, да, Гидрайт. Эти парни стреляли в 1.6 на уровне, да, у них был очень жесткий АИМ. Ну, и здесь этот АИМ нужнее. Намного нужнее. Как бы, особенно вот эта точечная стрельба, как бы. И сейчас у НИПов нет конкурентов. Они первые, кто начал это делать. Ну, опять же, три, тройка лучших игроков из Counter-Strike 1.6, то есть, да, из шведского Counter-Strike. И два проводника из Сурс-команды по каждому на точке. Это, по-моему, действительно, это успех. Ну, и пока что он за НИПами. Пока что он за НИПами. Вот посмотрим, как русские команды сыграют. Мне вообще очень сильно интересно, когда будут играть на этом чемпионате. Опять же, за них поехал Дмитрий Богданов в качестве замены World Edition на этот чемпионат. Но их матчи завтра, и мы завтра их тоже будем смотреть. Сегодня также еще будет два матча группы B, друзья, но я комментировать не буду. Оставлю вас в покое до следующего дня. Здесь пока что дроп у Фифлара, на который, в принципе, ничего не сделал. Игра почему-то не ставится на паузу, но это не важно. Мы смотрим. Численные преимущества получает ZN благодаря падению к рэшу одного из игроков у команды НИП. И сейчас, по-моему, здесь готовится жесткий фейк. Открываться будет аэро плюс фейк на закрытом. Вот под номером 7 и номером 5 играют эти парни. Вот мне все-таки интересно, как там собирается сейчас реально разыгрывать аэро. Да-да-да, играет выход. В итоге флешка сразу через плент. И из дыма должен сейчас вот... Вот должен был фейк выйти и попытаться нарезать. Вот ситуация была. Такую флешку красивую дали. Но он пытается сразу же найти гидрайт. А тот его уже нашел за почки. Перестрелка приводит к отрицательному результату. 4-4. Фрайберг минус зелень. Забирает Кибакина. Зелень не открывается до конца. В итоге апдауна мешает пройти к Зи. С этого разменивает Фабина. Планетен 2-2. Ситуация есть куда стягиваться. Зелень открыта ивилом. Гидрайт дает гранату в плент. Выходит на перестрелку. Гетри. Вот он первый раунд. Дезерт Нейшн. Я танцую в конце этого эфира. Перед вами для вас. И буду выглядеть полным... Полным насмешек. Будете насмехаться. Но зато будет какой-то позитив. 11-1. Еее! Россия на этом чемпионате берет целый раунд. Я доволен. Я доволен. Я рад. Опять же. Повторюсь, друзья. Вновь извиняюсь за качество комментария, которое будет сегодня. Так как я один. Спал я вообще пару часов. И игра не самая интересная. Очень сложно сосредоточиться на этой встрече. Потому что Зет Нейшн реально пытается играть какие-то маневры. Но, выходя на контактах, тупо перестреливают. Потому что флешки у них не работают. Опять же. Вот только дым на закрытом. И сейчас злодыма сработали. Вот полетели флешки через верх. С респа, как я понял. Ивилл подошел под зелень. И два игрока проходят уже на закрытый. Чтобы помешать гидрайту в аркаде. Форрес будет запирать обдаун в упор. Да, и они, по-моему, готовы сыграть на пуш. Форрес понимает, что это, возможно, закрытый. Попытается залезть на Фаби. Фаби его ждет в обдауне. И здесь уже гидрайд. Просто нижний бред. Минус один. Ивилл закрывает Фрайберга. Минус Эллисун. Отличная игра на планте от команды ZN. Там есть Гзист. Это будет стяжка на закрытый. И сейчас ребята из ZN не фейкуют на закрытый. Там Фаби с бомбой. Проходит на плент. Прокидывает своему тиммейту упор. Посмотрим, как разыграет сейчас в упоре товарищ Аэра. И минус. Киф Ларен есть. Гзист разменял. Два в два ситуации. На планте есть Форрес. О нем есть инфа. Гзист на перекрестном огне. Но вот выходить не стоит. Так активно на закрытый. Но все равно рискует ZN. На стрельбу открывает Кибакин. Жесткий хэдшот. И минус от Ивила. Второй раунд для России. На этом чемпионате. 11-2. Есть жешь. Просыпаются парни. Даешь 11-4 и камбэк. И вся Россия будет счастлива. Просто вся. Два раунда. Вы понимаете? Два раунда унипов уже взяли. Это лучше, чем... Понимаете? Сейчас как бы команда ZN играет лучше, чем команда Вэри Геймс в финале. Дримхака. Только там была карта Инферно. Но это не особо важно. Потому что Инферно у Вэри Геймс, по-моему, тоже не очень бы получилось сыграть с командой НИП. Так что я доволен. Если, короче, команда... Если... Если... Короче... Все. Молчу. Если любая русская команда берет больше двух раундов против НИПов на каком-нибудь лане или в онлайне, то это уже как бы успех для России. А у меня человек-сосед возвращается. Извиняюсь за дрель. Но почему-то эти строители, которые сегодня не должны работать, не сделав вчера свою работу, решили сделать ее и сегодня, когда у нас трансляция. Ладно, смотрим дальше, друзья. Сейчас будет прорыв. Прорыв зелени. При том, что жесткий очень. Ну, здесь перекрестный огонь. Попали. Россияне. Их очень плотно, в принципе, бросанули. Сейчас шведы. Ну, вышли в дым. Хотели открыться, опять же, по своей инициативе. Но, видимо, флешки не сработали. И грамотное перекрытие от команды НИП. С перекрестным огнем, в принципе, заставили упасть здесь. Основное зерно нападение. Счет становится 12-2. 11-4. Не видать нам, друзья, в этой встрече. Но... Возможно. Возможно. 12-3 тоже будет неплохо. А может, это будет 13-2. И потом активный яркий переворот. Как в свое время Na'Vi перевернули MTW на чемпионате Европы. в 2009 году. Кто не помнит, Na'Vi тогда заняли вроде 4-5 место. Взяли квоту на мировые финалы, которые впоследствии потом выиграли. Так. Наблюдаем. Под закрытой 6-7-8. Ну, вот сейчас там Фифларом, по-моему, будет развлекаться, как я понимаю. Да? Давайте посмотрим на этот мувик. Опа! Ой-ой-ой. Вы видели, какой стрейк Фифларом делал? Вот все-таки научились уже не пыстрейфиться грамотно. Вот реально четкие действия у них. Четкие. Он прям достал Гренку. Чекнул. При том, что он видел весь угол и не открылся. Не открылся специально до конца, чтобы его не убил игрок, который мог ждать его на ступеньках. Только в присядке. Ну, и 5-3. Ситуация для ZN не самая хорошая. Пытаются открыться с апдауна. Здесь их тоже запирают. Кибакин. Вот нужно было выходить в ассист перекрестным огнем. И забирать плент, но не вышло. Все-таки 13-2 первая половина. Ну, не самый лучший счет, конечно, для команды ZN. Достаточно скучная игра от русских парней. Но вот не зашло с ножами, я считаю. Вообще, если бы начинали с защитой, шансов было бы побольше. Но статистика тоже не самая лучшая. Посмотрите. У Ивела... У Ивела после первой половины как бы 7 на 13. 5 на 15. Аэра Вейк 5 на 15. 5 на 4. Ну, каждый раунд помирали два игрока. 13 раундов погиб Ивел. В одном из них потащил достаточно плотно. 5 на 14. Фаби. Кибакин. 3 на 14. Покажут хуже всех. Ну, атаки вот Фифларом по статистике упало. Упало, опять же, за Крэша. Но остальные все, в принципе, в плюсе. Они сейчас будут атаковать закрытый план. Давайте посмотрим, что тут предпримут. А тут интересно. Закрытый смотрится. Посмотрите на трех человек. Верхний горб. Плинк и чувак, который будет давать флешку по инфе своих тиммейтов. Интересную пистолетку придумали Затнейшн. При том, что Аэра дает флешку. И только после нее, как я понимаю, выходит в плент. Ну, давайте посмотрим, как Нимпы сейчас сыграют. И посмотрим на флеш от Аэра. Вот пошла первая перестрелка. Пошла флешка. Но она рано падает в плент. Пошла вторая. Вторая упала вовремя. Влетает Аэра на точку. И надо перестреливаться. В пленте сидит игрок атаки. Аэра ставит дальнему минус. Гидрайт падает. Перестрелка с горбом. Отлично. Аэра минус 2. Надо давить. Надо давить плент. Не давай уйти. Не давай уйти этому подлому шведу. Но шведы уходят. Тут посмотрите, что творит Фрайбер. Как у себя дома вышел. Никто не стреляется по этому парню. Шведы просто сносят команду Затнейшн. Конечно, остаются они в мечестве в лице одного кзиста. Но, тем не менее, Затнейшн как-то так вот отпустили на такие короткие дистанции атаку стреляться. Неясно, почему они их выпустили. Ведь контролили по факту. Трое против пятерых. И все выходы были закрыты. Но спецназ победил. Все нормально, пишет нам. Голд ТВ. Друзья, 13-3. Но Непам дали поставить бомбу. И это, по-моему, либо воля, либо... Не, ну здесь будет дисциплинированный эко-раунд. Как бы, опять же, раунд на дисциплине будет сыгран. Чтобы на третьей закупиться. И как можно быстрее взять безопасные свои баи. Чтобы закончить с этой игрой. Естественно, пойти дальше тусоваться по этой гостинице. Возможно, пойти и поучиться у Дмитрия Богданова как жесть. Я, кстати, надеюсь, что команда Даттим сегодня на месте проведения. И у нас пауза, по-моему, на сервере. Как я понимаю. Либо это дисконнект сервера. Скорее всего, это дисконнект, да. Да, друзья. Там, по-моему, опять электричество упало. Но счет 13-3. Мы это помним. Я даже сейчас это запишу. На всякий случай. Просто, если что, мы вспомогательный худ подключим. И тогда уже все будет более-менее нормально. А так пока что ждем. Ждем, когда это все раздуплится. Я пока что спрошу у Монарха. Там упал свет снова. Спрашиваю у него. Посмотрим, что он мне ответит. Слом, разбаним меня в группе Киберарена. Пожалуйста, ТВ. Ну, туда просто так в бан не попадают. Вот в своей разбаню, в Киберарена ТВ нет. Так. Кто-то говорит 16-5. Прямо в сердце Лас Патрон. Так. Кан-кан поржать. Вот тут обсуждают игроки. Не игроки, а зрители. Всех. Зачем счет? Гоу ТВ повис. Гоу ТВ повис написать. То есть вообще повис, да? А там есть какая-то там параллельная интересная трансляция? Не знаю, может хоть где смотреть можно. Потому что это совсем уже борода. Как можно вести репортаж с турнира, где, во-первых, не могут начать вовремя. Во-вторых, непонятно вообще, кто, чего, кому, куда, почему, зачем. И нет, 13-2, первая половина. Нет, счет неправильный. Типа вот кто-то ставил на 16-0. Но я надеюсь, что ZN с первым боем, если его возьмут. И возьмут реально тимплеем, а не тем, что там один какой-нибудь тип зайдет в спину и даст минус 4. А реально тимплеем. Там, может быть, проникнутся вот этой атмосферой чемпионата, поймают нить к игре и смогут как-то побороться еще. С таким, конечно, счетом. Но 10 раундов преимущества это серьезно. Но это нип, это нип, это лучшая на данный момент команда в Counter-Strike Global Offensive. Поэтому ждать долго. Так, я писал инфу для страйка в стриме, меня забанили, но разбанили. Ну вот дядя Федя помогал страйку, мы ценим это. Я, кстати, вчера троллил жестко на ютубе. Так, звук лагает, ты лагаешь, звук лагает. Опять начал лагать, звук скрипит. Да это не звук скрипит, это включает этот человек-сосед свою дрель и происходит какая-то нелепая хрень. Я даже сейчас вот пытаюсь включить стрим, чтобы посмотреть его. А у меня звука в браузере нету реально, но это какая-то проблема, по-моему. Я сейчас попробую перевтыкнуть наушники. Может быть получится, вроде. Микрофон-то работает. И да, здесь все работает. На стриме у меня ничего не работает. Беда какая-то вообще. А, я понял, что надо сделать. Надо, короче, просто зайти в настройки звука. И, наверное, выключить HDMI, если он там подключен. Хотя он выключен. Ой-ой-ой. Ну я не знаю тогда уже, что делать, друзья. Я, как бы, тут какая-то беда. Не удалось воспроизвести проверочный звук. Ну а может быть и залог лоркординга просто такая тема, что нельзя там включить музыку. Ну ладно, я пытаюсь сейчас зареконектиться на GoLTV, друзья. И, как я понимаю, нет, нам сюда не надо. Ой-ой-ой, мы на Инферно зачем-то заходим. Ладно, посмотрим, что здесь. А потом вернемся обратно в игру The Nation. Я надеюсь, там все нормально, здесь что происходит. А здесь тоже игра не началась, все классно, как бы. Ну да ладно. Но опять-таки, ребят, повторюсь, что если турнир задержится вообще на неприлично долгое время, там часов до 12 ночи, да, то я буду вынужден вас все равно покинуть, потому что вставать с утра придется в любом случае завтра. И это будет крайне неприятной для меня проблемой. Я просто настроился на режим StarLadder. А опять же, режим StarLadder это такая штука, что, по сути, Слэмбб, ребут браузер. Народ, скажите, пожалуйста, IP-сервер. Я ребутнул браузер, но толку никакого нет. Выкинь железо. Вот мне пишут. Да тут не в железе дело, а тут дело немного в другом. Ладно, не, здесь, по-моему, просто пауза на сервере. Все стоят. Вот идет у нас фристайм. Я написал снова менеджеру команды ZNation. Спросил его о том, что происходит. Меня опять пытается писать какой-то хрумчик зачем-то. Посмотри, вот как она тебе... Что она мне? Чего ты мне пишешь? Ребутнул я браузер. Ребутнул. Не помогло. А, я понял, в чем хитрый план. Может быть, потому что у меня два браузера открыты. Такая проблема. Хотя, скорее всего, просто флеш-кодекс сожрало. Такое бывает, но в любом случае ждите ребут. Трансляции в конце. Так, в каком не пофицил слэм? Я забросил группу. Гоу, я тебе сделал админом. Нет, спасибо. У нас здесь снимается матч с паузой, как я понимаю. Нет, матч на паузе. Здесь пошевелился товарищ Йоханссон. Все, я понял. Я понял, что матч на паузе. И это хорошо. Такс. Это значит, что мы не висим. Да, и матч снимается с паузой. Друзья, мы возвращаемся в эфир. И. Давайте смотреть. Чет 13-3. Ну что ж, у команды. У команды НИП должен быть сейчас сыгран один ЭК. И мы, наверное, этот раунд посмотрим. Да, тут, как видим, уже полетел вот парень такой на коньках кататься. И побежал, побежал, побежал. Вроде бы его раздуплило. Нет, вот он, товарищ Йоханссон. Он же Фифларен, друзья. Ну и давайте смотреть, что сейчас сделают Зетнейшн. Я вижу, тут НИП не будут особо сильно церемониться на экономическом раунде. Не хотят они играть какую-то заготовку. Просто спокойно сыграют в сторону закрытого. Но, видимо, они играют здесь под тайминг. Опять же, ждут прессинга. Но я надеюсь, что сегодня русский Counter-Strike будет играть по-европейски. И никто не будет пушить, аркадить и все такое. Лак написал к Зисту. Вот у нас прогрузился локчат. И мы понимаем, что после паузы такая... Пауза после эко-раунда была, в принципе, вполне нормальной. Ну вот на один эко НИП выйдут. Бомба опять же в первом раунде встала у ребят. И все неплохо пошло. Пауза, кстати, сработала опять же. Вот с помощью и бота, которого сделали. Для чемпионатов попытаемся на лан раздобыть нам своего. Ну и пока что вот мы видим Фрайберг, который вышел такой с апдауна. Посмотрел, посветился. Его никто не заметил. Апдаун никто у The Nation не чекает. Все, кстати, ждут упорной в перемышке, чтобы сделать быструю стяжку на B, либо на A, да, либо закрыть вот здесь, либо закрыть вот здесь. И от этого игрока здесь выглядят удобными. Ну даже нижнее закрывать будут только когда Кибакин там сдвинется. Но он пока, в принципе, там неплохо отсиделся, отстоялся. Ну и вот пошел тайминг от НИПов. Выходит сразу на закрытый. Дается поздний дым. Но Антон уже готов, как я понимаю, принимать первый спрей в Гзиста. И залетает сразу в каску. Минус 2. Минус от аэродинамика в поддержке. Тимплейно пока принимает этот атак из The Nation. Но, тем не менее, бомбера они пропустили на точку. И халявы тут уже не будет. Ну вот давайте посмотрим, как Форос здесь попытается отстреляться. Никак не попытается он здесь отстреляться. Аэродинамика его грамотно наказывает. Бомба дефьюзится. Ну, два экраунда ставили бомбу. Что ж, здесь девайсного не миновать от НИПов. И сейчас у The Nation должна быть предельная концентрация. Фигово, конечно, что Кибакин по бабкам сразу приседает в начале. Просто вот у него сейчас 4-1. Да, ему дается сразу дроп. 3-час должен быть очень-очень плотный байк гранатами. Какая-то раскидка в любом случае просто. Я реально сомневаюсь, что... Я вообще сомневаюсь сейчас, конечно, что получится НИПов там на тайминг закидать у парней. Но, опять-таки, демки из DreamHack были доступны. И могли очень хорошо подготовиться. При том, что НИПов это одна из тех карт, которые они играют регулярно на каждом турнире. Вот в последнее время, и кроме DreamHack, как бы, эта карта была в финале ЕСВЦ. Ее все могли посмотреть. Там напряженная заруба с ВГ. Также эту карту они играли на DreamHack Valencia. Ну, вот Вейк здесь немножечко обознался. Ой-ой-ой, чувак в плынке, чувак в плынке. Уже проскочил. НИП действует жестко. Идет стяжка на... Там, посмотрите, пытался пробежать. Фрайберг не получилось. Сделать у него этот жесткий тачдаун в спину к сопернику. И я даже не знаю, как это правильно назвать. Вот прямо прорваться захотел в спину под дымы. И был дым здесь, был дым здесь. И чувак такой... И был дым здесь, и чувак такой... Хоп-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Аж дошел до сюда. Вот это жесть. Вот это жесть. Ну, они растягиваются до ситуации 2 в 2. 2 апдаун. 2 уходят на респаун. Как видимо, так здесь и Форест. Они будут, видимо, атаковать зелень. Они будут закрывать аркаду в сотку, которой нет. Пока у них, в принципе, на 47 секунде, думаю, все в порядке. С восприятием игры оппонента. Ну, а ZN, что ж, позиционная игра в защите. Вот Вейк сейчас должен был уйти апдаун. И ему сразу в ответку залепили очень плотно. На опыте, видимо, тут уже влезал. Швет, он же гидрайт. Ну, я не удивлен почему-то, что... Ох, как его Аэра-то принял в ответку. Вот самое главное, это размены. Все, ситуация просто размены. Пропустили линию, зелень прошла. Тут должна быть инфа, и по инфе пытается действовать Аэра. Но Гзист уже... Но Гзист был готов к такому повороту событий. И разменялся очень-очень нехреново. Остается Форест. 1 в 2. Видит линк, видит апдаун. Вот сейчас, ZN, держитесь. Просто держитесь. Как бы этот парень сейчас, помимо того, что поставит бомбу, может дать 2 минуса. И... О, боже мой. Патрик Линдберг сегодня просто крушит и вершит. Ну, нормально, да. Первая игра для команды НИП на турнире. 14-4. Но все мы знали, что шансы у ZN маленькие. Что все, нет денег. Нет денег, нет девайсов. Нет девайсов, нет взятых раундов. Нет взятых раундов. Сложно выйти из группы. Ну, ничего. Еще поляки впереди, бойки впереди. Шансы будут отыграться. Главное, хотя бы брюссельских вот этих вот... Как же это называется? Брюссельскую капусту вот эту вот выкурить. Брюссельская пятерка. Брюссельские гвардианы. Вот мне интересно, у них спонсор там не Жан-Клод Ван Дамм случайно, а то по названию они прямо... Ух! Так, ну что, тут выход на закрытый от команды НИП. Такой слоу-плей потом... Ну, быстро сыграли до котлов, потом степом вышли спокойно на закрытый. Позиции в упоре были моментально заняты командой НИП. Хоть и с разменом, но... Эффективно они играют и продолжают как-то нарабатывать свои преимущества. Не дают себя запереть в плунте. Счет становится 15-4 во второй половине. И для команды ZN эта игра, в принципе, очень-очень... Жесткая. Жесткая. Но дальше у них соперник покрепче. Это будут... Это будут парни из команды, если я не ошибаюсь, Байкей, и вот там-то будет... Там-то будет эпичный матч. Опять же, Байкей в своем основном составе на этом чемпионате. Они играют без девушки, с Ником Кэлл, и на Лан они вязали Малекиновича, Ника Шайна, НПК, Скрим, ну, два бельгийца, три игрока из Франции. В принципе, мы о Байке не особо много знаем, но я могу точно сказать, что эта команда задержится пока что в профессиональном гейминге, в дисциплине CSGO, потому что у них серьезные планы на эту игру. Ну и плюс они французы, а там... Она очень популярна. Но тут что, Нипп, на последнем раунде без шансов просто увольняют все позиции фактически. В пленте, за бочками. У ZN попытки как-то встать по-удобному ни к чему не приводят. Фаби с Кибакином, конечно, стараются. Молодцы, дают размены. Понимают, что еще ситуацию можно спасти, но вот после смерти Фаби Кибакин понял, что к нему уже тут либо идут в спину резать, либо надо что-то делать. Но он понимает, что сейчас нужно исполнить. И вот, может быть, именно сейчас Антон исполнит. Нет, не исполняет. 16-4, easy for Nip Gaming, друзья. И этот матч сыгран в пользу Ниппов. Достаточно. С разгромным счетом для команды ZN. Но я надеюсь, что это для них была неплохая разминка. Дальше, друзья. ByKey против ZN. Опять же, через сколько они будут играть, не знаю. Но я примерно поставлю расписание 12-45, потому что... Нет, даже 12-30, потому что ByKey нужно еще сыграть с ЕС-цены. Если они не сыграли, то я обязательно вернусь к вам. И мы посмотрим матч сначала с ЕС-цены, а потом уже перейдем к ZN. Продолжение следует... Продолжение следует...